Ребята, не пугайтесь, пожалуйста, просто сердечники немножко от мониторов отодвиньтесь, прям, секундочку. Аня. Ну что ж, через пять минут у меня подъедет такси, я еду в суд на развод. Мой муж пока еще отказался от молодой красивой девушки. Даже он, следующая пациентка, с нее посмеялась, ребят. А где там девушка молодая, красивая, это кошмар какой-то, да? Я просто не хотел шокировать вас, ну, буду предупреждать, чтобы сильно не впечатлялись, да? Поехали дальше. Мама разведенных женщин с детьми. А если серьезно, автор комментариев, что вы считаете, что нормой является только то, что выгодно вам, давайте-ка все женщины будут замужем, а все мужчины холостые, так... Хорошенькая такая чайка, да, бравмистая. Не бывает. А вам, девочки, я хочу сказать, что если вы живете на территории постсовка, в особенности, вы всегда и всем будете виновата. Что бы вы ни делали, вы будете плохая. У вас нет мужа и детей, в 40 лет сдохнешь одна с котами. У вас есть муж, но нет ребенка, а почему ты ему не родила? Он найдет другую, которая ему родит. У вас есть муж и ребенок, все понятно, ты села на шею мужику. У вас есть муж, ребенок и при этом вы работаете. Посмотри на себя, пока ты строила карьеру, твой ребенок был предоставлен сам себе. У вас есть ребенок, но нет мужа, вы разведенка с прицепом и так далее. Девочки, делайте, что хотите. Вы все равно всем будете плохая. Пись. Пись говорит. Ребята, всем здорово, сауночная связь. Ну, понятно, вот они что хотят, то и делают. Да, он лифанцы, ночные сауны, ночная бабочка, но кто же виноват и так далее. Да, есть и нормальные чаечки, которые работают, которые зарабатывают, которые более-менее нормально в семьях себя ведут. Но, опять-таки, до определенного момента. Но, тем не менее, смысл не в том, допустим, чтобы делать, что хочешь, чтобы тебя все равно будут осуждать. Тут смысл в твоей совести. Я извиняюсь, если ты, допустим, ставишь мужчину на алименты, когда ребенок ни хрена не его. А если его, то ставишь на алименты, ни хрена не даешь видеться ему с ребенком. И там еще забираешь половину его имущества, к примеру, ты же знаешь, что ты его не покупала ни хрена. И вы считаете, это нормально. Да, все равно тебя осудят. Слушайте, а совесть твоя есть? Да хотя какая там совесть, нахрен, у тех чаечек, которые так поступают. У них там есть совесть? Я думаю, вряд ли. Вот, поэтому, ну, опять-таки, это для людей, которые, знаете, ну, что ли, блин, следят за своей кармой, да, вот, ну, все-таки, что придется отвечать там рано или поздно, да, что все-таки, ну, не делайте зла никому. Если там тебя обидели, реально там, я не знаю, как бы, можно дать в ответ. Это нормально, как бы, ну, то есть, дать сдачи, да. Ну, когда я уже перечислил, как бы, там, забирают имущество чужое попросту, да, там, муж за... А я ж с ним жила, как бы, ну, и что, что он покупал? Тебя, во-первых, что, заставляют с ним жить, что ли, под дулом пистолета, или что? Ты сама с ним жила добровольно, да? Это он купил квартиру, там, либо дом, там, либо машину, а ты забираешь половину. Но это чаечкам не докажешь. Самое интересное, они это делают, и они считают, что они правы. В этом прикол. Поэтому они и делают то, что не хотят, как женщина. Говорят, конечно, блин, да, ну, делайте, что. А мы будем тогда делать то, что мы хотим, вот и все. И не смейте нас осуждать. Пишет нам в редакцию некий Алин Истометр. Мама уже не молодая, и если с мужем ей не повезло, а она всю жизнь поднимала одна сыновей, то логично купить шубу маме сначала. Да. А если жену твою растил отец, и она после работы будет ехать к отцу варить ему борщ, ну, ему же не повезло с женой, да, она на прошла. И котлетки ему будет жарить с картошечкой, потому что папа один, мужики они меняются, а папа-то он всегда один. Поддержу такое решение, отца бросать нельзя. Что-то мне подсказывает, что ни один мужчина не захочет вот такого. Все хотят, чтобы в семье им уделяли внимание, чтобы в семье действительно получать тепло, внимание, заботу, чувствовать себя нужными. Да, логично. А жена, но жена, вот почему-то она по-другому должна хотеть. Она должна хотеть, чтобы ты сначала маму свою выбрал, да, а она там на задворках. Ей может достанется, а может не достанется. Ну, типа, она ж никто тебе, да. Вот логика, ну, мужская, что с нее взять. Причина, почему не стоит. Подожди, чаечка, не лети, не лети. Слушайте, это уже чаечку-то, наверное, она показывала, там она тоже за эту феню, типа, что, забудь маму, обеспечивай меня, как бы. Ну, такая, она никак не успокоится, ни хрена. Такая бредятина, любительница бросаться в крайности. А почему, во-первых, я никогда бы не сказал бы против женщины, если бы она бы, ну, помогала своему отцу. Это нормально. Во-первых, не надо бросаться в крайности. Если, допустим, она будет приходить, варить ему борь, жарить котлетки с картошечкой, как она выразилась, да, соизволила, то, тем не менее, это будет не круглосуточно. Если она пару раз в неделю навестит своего отца, там, на несколько часов, там, какую-то элементарную, там, уборку ему замутит, там, и приготовит похавать. Отец может быть старенький, уже больной. Это нормально. Я больше того скажу, я приду вместе с ней и помогу этому мужчине, потому что когда-то я такой же буду. Ребят, и вы такие будете, и все мы такие, дай бог нам до глубокой старости дожить, но, тем не менее, да, если все по-человечески, как бы, да, и она потом, в свою очередь, пойдет мне, моим родителям поможет. Ну, к сожалению, моих родителей уже нет на этой земле, но вот так вот сложилось, да, там, ну, мы в общем ситуацию, там, рассматриваем, да, и это будет тоже нормально. Вот, опять-таки, должно быть все по желанию и по-человечески. А типа, короче, вот, ты там маме что-то купил, как бы, да, куплю, конечно, и не раз куплю, блин, и это нормально, я считаю, и маме, и папе, там, и так далее. Вот, и если она, допустим, тоже будет своим родителям помогать, это уже прекрасно. Что за бред какой-то? То есть, если, получается, вы что, начали жить вместе, все, про всех нахрен забыть, короче, мама, папа, все, гуляйте лесом, что ли? Что за бред такой вообще, а? Давайте дальше. Делить с мужчинами счет 50 на 50 на свиданиях. Во-первых, такие мужчины не настроены серьезно на вас, если они предлагают делить счет. Они не готовы финансово вкладываться в отношения, они готовы к семейной жизни. Вторая причина, вам нужен не бизнес-партнер, а именно человек, который будет за вас стоять горой, для которого приоритет сделать вас счастливой. Для него ваша улыбка и ваше спокойствие должно быть в приоритете. Если этого нет, то вы потом... Вот привыкли, да, вот, короче, что-нибудь взять и вот так вот держать около рта, да, ну, понятно. Чаечка, там прищепочка есть. Вот прищепочка, как у меня, видишь, петличка, щелк, и не надо так все в роту так утянуть, не надо. Я понимаю, привычка, ну, зачем, завязывай, некрасиво это. Мужчина, плачетесь и будете переживать и не спать по ночам. И третья причина, как бы, природу не обманешь. Женщина-хранительница рычага, мужчина... Просто супер, природу не обманешь, все в рот тащит, как бы, женщина-хранительница рычага, все супер, классно. Охотник, добытчик. И если вы все-таки попытаетесь себя как-то увидеть в обратном, через года вы потом пожалеете, потому что видите, как у других по-другому, и у вас нет так. Я не понимаю, что у них за фетиш пошло на это слово «года». Нет такого слова «года». Годы есть, годы. Я не то, чтобы придираюсь к этим словам, но, если честно, ухо режет. Года, года. Вот, а по поводу этого, как раз, у чайничка все в рот тащит, как бы, ну, она сама... Это ж... Вот видите, ребят, много там меня осуждают, типа, Саныч, вот ты там критикуешь, там, типа, этот... Вообще, там, ненавидишь женщин. Ну, что за бред? Я же всегда повторяю, что я люблю женщин, уважаю, обожаю их просто. Тики, попки. Ну, как это любить нельзя, ребята? Ну, это ж классно, да? Ну, смысл в чем? Обращайте внимание, допустим, то, что я сказал, это я сказал. Ребят, они же за меня все говорят, да? Вот я там только начал говорить, типа, что она в рот этот тащит, короче, микрофон, да? Она сразу, типа, это все природа, короче, да, вот хранительница рычага, как... Ну, рычага, рычага, там, небольшая разница, да? Вот, это все... Природу не обманешь, как бы, да? И чайничкой все время хочется что-нибудь вот туда поднести, как бы. Природу не обманешь, ё-моё, да? Сама сказала, это не я, я всего лишь, знаете, как бы, ну, более доступным языком, возможно, это все интерпретирую. Не более того. ...по сто раз говорите, я хочу цветы, я хочу цветы, я хочу цветы, а он это не делает? Либо же вы считаете, что он не понимает, что вам нужно подарить цветы, все они понимают. Они понимают, что цветы, блядь, это первое в списке, как можно вас обрадовать, как можно сделать вам приятно, они все это знают. Но вашей значимости недостаточно. Сейчас попозже коснусь, что женщины первые ждут от мужчины. ...для того, чтобы он это делал. Когда вы хотите цветы каждую неделю, он вам не дарит, здесь, в принципе, можно понять мужчину, если он не зарабатывает больших денег, они, в принципе, не понимают, зачем отваливать полторы тысячи гривен за какие-то цветы, которые завянут через три дня. Окей, но обратите внимание на то, что, возможно, он вас радует, другими какими-то вещами, другой заботой и так далее. Потому что цветы это что? Это внимание. Но у некоторых женщин цветы, это, блядь, такое, знаете, вот если цветы, вот он делает для меня все, что угодно, но если он цветы мне не дарит, значит, он меня не любит, значит, там у меня значимость низкая. Нет, он, возможно, не понимает просто искренне, нахера вам цветы, которые завянут, нахера ему отваливать столько денег, которые завянуты там, да, через три дня, нахера вам гардероб, нахера вам постоянно на шопинг ходить каждый день, что-то новое вам нужно покупать. Он, вон, ботинки носит 10 лет и они в нормальном состоянии. У них другое мышление. Ладно, ботинки, я трусы восьмой год ношу. Поэтому, за желанием получить цветы, ищи... Что, все, чаечка прервалась, да? Не помню, ребята, здоровался, нет? Еще раз всем привет, ребята, ну, можем и второй раз поздороваться, что тут такого, да? Ребята, я пообещал вам сказать, что чаечка прежде всего ждет от мужчины. Ребят, ну, я, знаете, так вот в общем, это скажу, когда она так на нее смотрит, такая... И потекло по ляшечкам у нее. Вот этого она ждет, ребята. Чтоб она его хотела, просто безумно текла. И, конечно, секс, секс, много ласки, много вот этого внимания такого, знаете, интимного внимания. Не только парнушка там, да, вот как бы обнять ее там, да, за ушком ее поцеловать там, пощекотать там, да, вот в этот, подойти с ней прижаться так сзади, так, затылок ее вдохнуть. Вот много-много такого внимания. Вот от этого она кайфовать будет. А цветы, ребят, знаете, как бы, вот, допустим, ты сидишь, купил себе там какую-нибудь тачку новую, да, Бэху, за 5 лямов пускай там, да? Ну, сейчас цены большие, за 7 лямов пускай, за 10, епта, да? И ты сидишь так вне, да, е-мое, она пахнет новой, машина, сиденья, кожа, тут все, все сенсорное, все охренительное, да? И знаете, короче, вот такая кнопочка, короче, да? Блин, вот было бы лучше, если бы она хромированная была, эта кнопочка, да? К чему я привел это сравнение? Женщина, у которой мужчина ее 200% устраивает в интиме, во внимание вот этим всем интимным, ну, то, что я писал, да? И ты для нее, вот эта вот кнопочка примерно, блин, ну, она охренительный просто там, мужчина просто, я теку от него, кайфую, вообще, буду с ним всегда, никогда не брошу, да? Ну, вот, конечно, хотелось бы мне, чтобы вот эта вот цветы, вот эта вот кнопочка, да, была, чтобы он дарил мне, да хрен с ней, как бы, у меня целая бэха есть, да? А кнопочка, да хрен с ней, как бы, вот это вот действительно, как бы, важно для женщины. А чайчики, которые не загоняются, типа, он мне там цветов не дарит, это первый пункт в списке того, что он любит меня, любит. Ребята, она от вас не чечет, она вас просто не хочет. Подумайте над этим.